Татьяна Михайловна, женщина видная, за собой следит. Однажды на телефон ей пришло приглашение посетить московский салон красоты. Встретили жительницу Дубков как дорогую гостью, напоили вкусным кофе. Что произошло на самом деле, Татьяна Михайловна поняла только спустя три дня. Вокруг меня и мальчики, и девочки крутятся, бросили своих пациентов, все вокруг меня крутятся. Много клиента пришла. Ну вот, бумаги подсовываю, бумаги подписываю, приходите туда, приходите сюда. Бумаги подписываю, не читаю, не читаю. Вы знаете, что я подписала? Я подписала кредитный договор. Ирина Гайворонская, юрист с многолетним стажем, говорит, эта мошенническая схема – одна из самых востребованных у злоумышленников. И хорошо, если удалось отделаться лишь материальными потерями. Многие в такой ситуации расстаются и со здоровьем. Все эти мошенники, они, во-первых, обладают методами гипноза, очень хорошо, да, очень хорошо. А потом в салоне вас могут напоить чем угодно, чем угодно накормить, знаете, с тем же самым кремом. И такие ситуации бывают не раз. Такие ситуации, к сожалению, многочисленны. Нужно быть предельно внимательными, не терять бдительность ни на секунду и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Эти правила работают в любых сомнительных ситуациях, и когда вам предлагают купить чудодейственное лекарство, и когда навязывают новинку технического прогресса. Очень активны сейчас мошенники и в коммунальной сфере. Кому-то предлагают поменять счетчики, а кому-то установить фильтры. Результат, как правило, один и тот же потерянные деньги. Когда приходят мошенники, меняют фильтры для воды, значит, потом они берут бутылочку, наливают туда воду и говорят всем членам семьи, попробуйте, какая у вас теперь замечательная, прекрасная вода. Члены семьи пьют эту воду и засыпают. Хорошо, если просыпаются, и квартира при этом ограбленная. Но я лично знаю случаи, когда они происходили, когда семья не просыпалась. Напомнили сторонники «Единой России» и про телефонных мошенников, и про тех, кто хочет завладеть информацией о банковских картах. Жители поселения, в свою очередь, обратились с просьбой к гостям восстановить отделение полиции, которое когда-то здесь было. Нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы открыли отделение полиции, теперь вот, которое напротив электрички находится. Мы собираем очень важные вопросы, которые мы донесем до главы нашего Одинцовского района. Он очень заинтересован в этой программе, он нас всячески поддерживает. И я надеюсь, что, во-первых, решаются практически, они решаются. Вот мы приезжаем, какие-то маленькие вопросы, вы уже слышали, по участковым и так далее, они решаются. И даст Бог, мы решим вопросы, которые мы сегодня услышали, и, в общем-то, люди действительно становятся более информированными. Лесной городок – уже седьмое поселение Одинцовского района, в котором сторонники партии «Единой России» рассказывают представителям старшего поколения и их родным об основных мошеннических схемах и о том, как не стать их жертвой. Следующая остановка. На их маршруте – большие веземы. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.